Сегодня в Мюнхене стартует конференция по безопасности и собралась международная группа поддержки Сирии. Это, напомню, страны, которые помогают наладить именно политический диалог между сторонами конфликта. Учитывая то, что в последние несколько дней происходит в самой Сирии, к этим переговорам в Германии сейчас приковано особенное внимание. Явные потери боевиков, переход контроля над сирийско-турецкой границей, заявление третьих сил о том, что собираются направить туда военных. И вот на этом фоне, еще до начала встречи в Мюнхене, начали появляться сообщения, которые в дипломатических кругах обычно называют утечкой. Все последние новости мы надеемся узнать у нашего собственного корреспондента в Германии, Ивана Благова. Он выходит на прямую связь. Иван, вам слово. Здравствуйте, Елена. Но сейчас мы ждем уже официальных заявлений, не утечек. Сирийский вопрос для многих стран крайне чувствительный. Вот уже более полутора часов здесь, в Мюнхене, за закрытыми дверями продолжается встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. Обсуждают они как раз сирийский вопрос, ситуацию в Сирии, возможно и мирное урегулирование. Позже вечером здесь же в Мюнхене состоится заседание международной группы по поддержке Сирии. В эту группу помимо основных членов Совета безопасности ООН входят также все ключевые страны региона Ближнего Востока. Обсуждать будут возобновления в Женеве переговоров между сирийскими властями и сирийской же оппозицией. Новый раунд может состояться до 25 февраля. И, насколько нам известно, официальный Дамаск к этому новому раунду уже готов. Ну а что касается переговоров между Лавровым и Керри, известно, что здесь, в Мюнхен, они также будут говорить о возможном установлении режима прекращения огня в Сирии между правительственными властями и отрядами вооруженной сирийской оппозиции. И, насколько нам известно, сейчас обсуждается конкретная дата. Мы внесли предложения по перемирию, и они вполне конкретны. Мы ждем ответа американской стороны перед тем, как представим их вниманию всей группой поддержки Сирии. У нас будет серьезный разговор обо всех аспектах того, что происходит в Сирии. Разумеется, мы затронем вопросы доставки гуманитарной помощи в блокированные районы и другие ключевые аспекты сирийского конфликта. Само заседание международной группы по поддержке Сирии состоится в Мюнхене поздно вечером. До этого у министров есть шанс обсудить все интересующие их вопросы по Сирии. И не только в рамках двухсторонних встреч. Например, после того, как Сергей Лавров переговорит с Джоном Керри, у него состоится встреча с главой европейской дипломатии Федерикой Магерини, а далее с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Ну и, по всей видимости, лишь поздно вечером состоится итоговая пресс-конференция. На ней Сергей Лавров и Джон Керри расскажут нам, насколько удалось сблизить позиции. Елена. Да, спасибо, Иван. На прямой связи из Мюнхена о работе международной группы поддержки Сирии и конференции по безопасности был наш немецкий СОПКОР Иван Благой.